Выбор камина это всегда ответственная задача, это важный этап проектирования вашего дома. Если вы хотите, чтобы камин органично вписывался в ваш дом, здесь есть нюансы. Вы можете либо потерять много денег, либо просто не получится камина вашей мечты. Планируя установку камина в частный дом, нужно преодолеть определенный путь, который начинается с выбора конкретной модели и заканчивается непосредственно установкой. И в этом ролике я расскажу вам последовательность этапов проектирования и установки камина на вашем объекте. Откровенно говоря, в этом вопросе много нюансов. И если не успеть вовремя сделать тот или иной этап, вы можете либо потерять много денег, либо просто не получится камина вашей мечты. Для начала стоит обозначить, что сегодня мы будем говорить в первую очередь о дровяных каминах. И что такое дровяной камин вообще? Важно понимать, что дровяной камин это конструкция, которая состоит отдельно из каминной топки и требует дополнительной облицовки. Такая конструкция способна вписаться в любой интерьер. Она может визуально выглядеть практически как угодно. И, соответственно, можно создать действительно смелые и интересные решения для вашего помещения. Поэтому, конечно же, выбор камина это всегда ответственная задача, потому что в конечном итоге камин способен стать буквально центром вашего дома, его сердцем. И важно, чтобы ваше сердце билось с ним в унисон. Прошу не путать печи и печи-камины с камином, потому что на языке профессионалов печь-камин это отдельно стоящая конструкция, которую вот вы поставили, вы привязаны к ее дизайну, к его внешнему виду, вывели трубу и все, здесь ничего не придумаешь. Камин, как я уже говорил, это широта возможностей в оформлении вашего дома. Если мы говорим о камине, то мы, конечно же, говорим в первую очередь о сложном проектировании конструкции, которая в конечном итоге будет только у вас. Вы получите полностью индивидуальное решение, которое будет полностью соответствовать характеру вашего дома. Поэтому в этом ролике мы говорим о сложных решениях, которые требуют детальной проработки и проектирования. И первое, с чего мы должны начать выбор нашего камина, это, конечно же, определить его функционал в нашем будущем доме. Потому что, несмотря на стереотип, существующий о том, что камин это в первую очередь для красоты, и он на самом деле не греет, на самом деле это не так. Камин может, современный камин, может выполнять множество различных функций, как интерьерного, так и чисто практического характера. Например, есть камины, которые могут использоваться в качестве основного отопительного источника вашего дома. У них есть специальная водяная рубашка, она нагревает водяной контур, далее идет разводка батарей по всему дому, и таким образом вы можете использовать камин как основной отопительный элемент. Есть смысл рассматривать такие решения, например, в случае, если у вас изначально не будет проведено газа, и тогда дрова позволит вам сэкономить часть бюджета на электричество. Можно сделать комбинированную систему, частично с присутствием электрического котла. Это будет система, которая, с одной стороны, будет экономичная, поскольку дрова стоят недорого, а с другой стороны, она будет удобная, потому что тогда, когда у вас прогорают дрова, автоматически включается электрический котел и подогревает всю систему, и тогда вы получаете грамотное, эффективное и красивое решение для отопления вашего дома. Но есть нюансы. Они заключаются в том, что, во-первых, это получается достаточно дорого, поскольку нужно и систему целиком монтировать отопление, и сам камин, это уже двойная цена. И, кроме того, каминная топка с водяным контуром работает, как правило, хуже, чем каминная топка без водяного контура, потому что часть энергии на горение уходит, собственно, на поддержание температуры в самой системе. Поэтому здесь, конечно же, стоит подумать. А если у вас задача получить красивую, эффектную картинку огня, то нужно выбирать такую топку, которая способна эту картинку воспроизвести. И, конечно же, в данном случае нужно 100% выбирать каминную топку без водяного короба. Отдельным вопросом в выборе каминной топки является выбор чугунной или стальной каминной топки. И существует тоже определенный стереотип, связанный с тем, что чугунные каминные топки априори лучше, чем стальные. Но, конечно же, на сегодняшний день я, как специалист, могу со 100% уверенностью сказать, что это не так. Качественные, хорошие стальные топки по целому ряду параметров, как то система очистки стекла, КПД и даже долговечность, стальные каминные топки, хорошие, качественные стальные топки, окажутся лучше, чем чугунные, которые по своим технологиям застряли где-то на уровне 90-х годов 20-го века. Следующий момент при выборе камина касается того, что, как я говорил вначале, есть стереотип, связанный с тем, что каминная топка не дает тепла. На самом деле это не так. Любая каминная топка дает тепло, и это важно понимать. Она дает столько тепла, сколько дров в нее поместится, и сколько энергии эти дрова могут выделить. Соответственно, 1 килограмм сухих березовых дров, сгорая, вырабатывает 4 киловатта мощности. И даже если вы положите 1-2 полежка в ваш камин, они будут выдавать вам тепло, которое так или иначе будет распространяться по помещению. И, к сожалению, не получится сделать камин чисто декоративным. Он так или иначе будет давать вам часть тепла. И поэтому есть смысл при проектировании то помещение, где у вас установлен камин, установить с датчиками температуры, чтобы ваша система отопления могла автоматически выключаться или перекрывать клапаны, которые подают горячую воду на отопление той комнаты, где стоит камин. Тогда, с одной стороны, камин будет гореть и давать тепло, а, с другой стороны, вы будете чувствовать себя в этом помещении комфортно. Это важный этап проектирования вашего дома, на который тоже стоит обратить внимание при подборе камина. Кроме того, как это не парадоксально, на сегодняшний день очень важным и интересным местом для установки камина является неотапливаемая терраса. Потому что бывает так, что там даже есть система отопления, то есть терраса может быть отапливаемая. Но там, например, большая площадь остекления, из-за чего там большие теплопотери, и не получается поддерживать ту температуру, которую вам хотелось бы и было бы комфортно для того, чтобы находиться там можно было зимой. И получается так, что на террасе установленный камин, он даже более уместный и более функциональный, чем камин, который установлен в доме, где есть полноценная система отопления. И бывает зачастую, что на сегодняшний день клиенты устанавливают в домах два камина. Один камин в зале, в гостиной, а другой камин на террасе, для того, чтобы комфортно там себя чувствовать. Кроме основных функций камина, которые я описал, камин может выполнять и вспомогательные функции. Например, над коробом камина может быть установлена полка под телевизор. И прямо над каминной топкой у вас будет располагаться ТВ. Это удобно и сильно экономит место в вашем зале. Кроме того, также рядом с камином можно расположить дровники, где вы будете хранить дрова. Либо под камином их можно расположить. Можно сделать столешницу, в том числе и длинную столешницу, которая будет отходить от камина в сторону. И можно расположить различные полки, на которых можно хранить и книги, и разную мелочевку в вашем доме. То есть в данном случае камин как бы сливается с интерьером, с мебелью вашего дома и становится его неотъемлемой органичной частью. Все эти вещи можно продумать даже до того, как вы полностью запроектировали ваш дом и в воображении создать камин мечты. Следующий этап выбора камина в ваш дом связан с подбором и определением дизайна вашего камина. И этот этап можно осуществлять, собственно, и до того, как вы спроектировали ваш дом, либо на этапе его проектирования и обсуждения с архитектором. И в плане дизайна современные камины дают абсолютно бесконечное поле возможностей. Вы можете ознакомиться с каминами, которые есть у ваших друзей и знакомых. Вы можете посмотреть какое-то решение в кино. И вы можете посмотреть современные готовые решения, которые выкладывают такие организации, как наша, где мы показываем и хвастаемся своими готовыми работами. И я могу сказать, что по опыту решения были самые разнообразные. Например, в моем опыте был камин, над которым сверху был установлен аквариум. То есть получалось так, что внизу находилась каминная топка, далее устанавливался металлический каркас. Все это было зашито специальными негорючими материалами. И этот металлический каркас держал аквариум, который шел поверху и по нижней части камина. То есть самые смелые, самые серьезные, самые интересные и необычные решения по оформлению вашего дома могут быть воплощены в камине. Но здесь есть нюансы. Первое, это если вы хотите, чтобы камин органично вписывался в ваш дом, я бы рекомендовал, конечно, пользоваться услугами дизайнеров, которые на сегодняшний день профессионально этим занимаются. Более того, наша компания активно сотрудничает с дизайнерами, для которых у нас есть специальные выгодные условия. Поэтому, если вы дизайнер, я оставлю для вас ссылку в описании. Вы можете перейти на наш сайт, позвонить по указанному номеру телефона, сообщить, что вы дизайнер и у вас есть проект, связанный с установкой камина, и мы предложим для вас лучшие условия. Кроме того, по оформлению камина, несмотря на то, что, как я говорил, есть очень смелые, интересные технические решения, они должны быть органично вписаны в проект вашего дома. Ваш дом должен быть рассчитан под то или иное решение техническое, оформление камина. И здесь важно понять, что должна существовать на этапе проектирования плотная связка между архитектором с одной стороны, с другой стороны инженером-каминщиком, с третьей стороны с менеджером и между вами, для того, чтобы ваше техническое решение воплотить и органично вписать в проект вашего дома. Это вполне реально, это вполне возможно, и это все можно предусмотреть еще на этапе проектирования вашего дома. И это лучше всего предусмотреть на этапе проектирования вашего дома, потому что, если вы этого не сделаете, может случиться так, что то или иное техническое решение не получится реализовать. Например, это зачастую связано с такими решениями, как подвесные камины. Есть камины, которые вешаются на потолок дома и находятся в центре помещения, выглядят невероятно эффектно. Кроме того, они могут поворачиваться, но у крыши вашего дома должна быть определенная несущая способность, то есть она должна выдерживать массу камина, которая может составлять несколько сотен килограмм. И, конечно же, еще на этапе проектирования дома есть смысл рассчитать лаги таким образом, чтобы они выдержали массу такого камина. Именно поэтому, несмотря на то, что некоторые менеджеры не очень любят, когда к ним рано обращаются с вопросом монтажа камина, это самое правильное решение, поскольку вы для своего дома можете предусмотреть такие варианты, которые невозможно будет поставить в каких-то иных обстоятельствах. То есть, например, вы можете предусмотреть монтажную площадку под камин, если он будет слишком тяжелый и облицовываться каким-то камнем. Вы можете предусмотреть несущую способность крыши вашего дома для того, чтобы она выдержала ваш камин. То есть, это все детали, которые важно продумывать на этапе проектирования. Резюмируя, я могу сказать, что в оформлении вашего камина нет практически никаких ограничений, кроме законов физики, поэтому вы можете придумывать абсолютно разные интересные оригинальные идеи, но самое главное делать это в согласовании со специалистами, которые занимаются каминами. Итак, мы определились с функционалом камина, мы поняли, как он будет выглядеть внешне, и на этом этапе мы можем сделать ориентировочную оценку проекта. Именно на этом этапе можно обращаться к специалистам по подбору каминных топок, потому что внешне ваш камин может выглядеть одинаково, но существует огромное количество того, что является сердцем камина, то есть именно каминных топок, которые могут по-разному работать, которые могут иметь очень серьезный разброс в стоимости, которые могут сильно отличаться по тому, как они выглядят визуально. И здесь, конечно же, есть смысл консультироваться со специалистами по подбору каминов. Они смогут оценить ваш проект и сказать ориентировочную стоимость, которая, в общем-то, даст вам понимание того, сколько стоит ваш проект. И понятное дело, что на этом этапе вы можете ее как-то кардинально скорректировать. То есть, допустим, если вы понимаете, что не проходите в указанный бюджет, можно что-то упростить, можно что-то облегчить, или наоборот, если вы понимаете, что у вас еще есть возможности для того, чтобы реализовать что-то еще, то что-то дополнить. Если говорить конкретно о ценах на материалы и отопительные приборы, которые связаны с каминами, то здесь все очень сильно зависит, в первую очередь, от качества материалов, от того, насколько они хорошо себя проявляют. То есть, все-таки, как мне кажется, как специалисту, который давно работает в этой сфере, что не так много моментов, в которых какие-то производители могут сильно накручивать цену на те или иные материалы или технические решения. То есть, все на самом деле плюс-минус адекватно и соответствует тем параметрам, которые заданы производителям. Единственное, что я могу сказать, в целом, отечественные материалы и каминные топки, в первую очередь, отечественного производства, могут стоить дешевле из-за логистических факторов, из-за факторов, которые связаны с курсом валюты. Но при этом даже европейские бренды достаточно высокого уровня на сегодняшний день на рынке присутствуют. Они могут стоить тоже вполне адекватных денег. И в плане выбора здесь нужно ориентироваться, конечно же, на технические характеристики той или иной модели. И если мы, например, сравниваем каминные топки среднего сегмента, если говорить о конкретных производителях, то это Астов, Ароматоп и премиальные топки, там есть, конечно же, разница, которая связана с тонкими техническими нюансами этих моделей. Например, с мягкостью подъема стекла, с величиной коэффициента полезного действия. Но принципиально эти топки очень похожи между собой, поэтому, выбирая ту или иную модель, есть смысл ознакомиться с ними, приехать в салон-магазин, посмотреть, как они работают, и тогда уже на основании этого принимать решения о конкретной модели. Более того, недавно на нашем канале мы выпустили ролик, где разобрали 5 самых лучших решений по каминным топкам на сегодняшний день на рынке. Я очень рекомендую вам перейти по ссылке, и, возможно, там вы сможете выбрать ту топку, которая полностью соответствует вашей задумке. И на следующем этапе можно непосредственно переходить к оценке конкретного бюджета реализации вашего технического решения. Это можно сделать двумя способами. Первый способ вы можете отправить в организацию, которая занимается установкой печей и каминов, в проект вашего дома с описанием дизайнерского решения камина, и тогда по проекту инженер-каминщик сделает ориентировочный расчет, который будет процентов на 95 на самом деле соответствовать полной стоимости установки вашего камина. И финальным этапом в данном случае будет пригласить уже после готовности определенной вашего дома инженера на замер. И здесь есть важный нюанс. Инженера нужно приглашать для установки камина в определенный этап. Этот этап, как правило, связан с возведением стен, возведением кровли и потолочных перекрытий, и можно приглашать, конечно, инженера до заливки пола, но, в принципе, есть смысл приглашать его тогда, когда пол уже будет залит, будет подготовлена площадка для установки камина, и уже тогда есть смысл замерять и делать окончательную точную оценку стоимости вашего проекта. И далее, после замера, вы получите проект, технический чертеж, который будет полностью на сто процентов соответствовать тем функциям, которые вы хотели бы получить от вашего камина. И в этом, в общем-то, и находится секрет каминной мечты. И следующим этапом является установка камина. Она осуществляется в тот момент, когда у вас для этого все подготовлено. В первую очередь, это основание под камин, которое освобождено от коммуникаций. Это тоже проговаривается в проекте вашего камина заранее. Кроме того, есть перекрытие, через которое проходит дымовая труба, и кровля, над которой, или если выходит через стену, то рядом с которой выходит дымовая труба. Соответственно, после установки монтажники обязательно проводят инструктаж о том, как пользоваться камином, и делают пуск и наладку. То есть зажигают ваш камин, показывают, как он работает. И дальше следующий этап связан уже с окончательным дизайнерским оформлением. Он делается уже, как правило, на другом этапе строительства вашего дома, когда делается финальная отделка вашего дома. Но к этому моменту основной каркас и короб камина уже должен быть готов. И здесь, на самом деле, кроется тоже частая ошибка. Бывает такое, что люди подходят к установке камина тогда, когда в доме уже все готово, и помещение полностью отделано. В принципе, в таком формате установить камин тоже можно. Но дело в том, что это сопряжено с определенными затратами, которые связаны с подготовкой помещения для установки камина. Потому что на самом деле монтаж камина это довольно грязная работа, которая связана, может быть, и со сваркой, которая связана с большим количеством грязных пыльных материалов. И когда ваше помещение полностью отделано, это нужно делать таким образом, чтобы полностью застелить полы, чтобы закрыть все-все-все стены и всю мебель, которая находится у вас в помещении. И, конечно, это всегда дополнительные затраты на подготовку. Если вы сделаете монтаж камина на этапе черновой отделки, то, соответственно, вы этих затрат 100% избежите. Отдельно хочу заострить внимание, что наиболее сложным технически инженерным решением по установке камина является именно монтаж подвесного камина. Я ни в коем случае не хочу вас отговаривать от такого технического решения, но учитывайте при выборе такого решения, что монтаж такого камина является самым сложным и самым трудоемким. Мы в нашей компании можем разработать для вас абсолютно любое техническое решение для реализации ваших идей по установке камина. Для вашего удобства я оставляю ссылку на наш сайт. Переходите, звоните по номеру телефона, и там вы сможете проконсультироваться по всем вопросам. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Pitch.ru. Пока!